Друзья, на YouTube есть очень много скучных интервью и шоу про недвижимость, когда все обсуждают новостройки, куда инвестировать, что выбрать. И мы решили не отставать от этих трендов, и я решил в студию пригласить сразу трех крутых гостей, которые со мной порассуждают про рынок недвижимости, порассказывают свои реальные истории, ну и попробуем вообще пованговать немного по поводу будущего рынка недвижимости и поотгадывать новостройки. Сегодня у меня в гостях очень крутые эксперты. Для того, чтобы правильно их представить, я решил погуглить на Яндексе. Кто это люди? Да, кто эти люди? В первую очередь, первого человека, первого гостя, которого я хочу представить, это Никита Журавлев, член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, бывший директор по корпоративным коммуникациям, застройщик-лидер Инвест, также работал в компаниях Мирекс Групп, Пионер, Башня Федерации, автор видеоблога «Хочу квартиру», и у него подписано, автор видеоблога «Хочу квартиру», что происходит на рынке недвижимости, как купить квартиру в Москве, все, что вы хотели знать о недвижимости, но не знали, у кого спросить. И по факту спрашиваем всегда у Никиты, верно? Овации, господа, овации, овации. Студия, гости, не молчим, не молчим, давайте, давайте подключаемся, всем привет, спасибо за приглашение. Вот, 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 вот. Никита, если я знал, что у тебя столько регалий. Я тоже был в шоке. Я бы еще подписал на тебе что-нибудь. Я бы тебе чаще звонил. Руслан, сейчас про тебя. Послушаем, да. Послушай, что-то интересное не знаем. Сухий. Основатель фонда коллективных инвестиций «Рентовед». И там еще везде подписано «Руслан Дефис Сухий.ру». Дальше. Основатель и ведущий YouTube-канал об инвестициях в доходную недвижимость «Рентовед», автор YouTube-канала номер один в доходной недвижимости. То есть, как будто два канала есть. Руслан Сухий ежегодно приглашается судить в жюри самых значимых конкурсантов по недвижимости, арендатор Awards, выбор лучших проектов по коммерческой недвижимости России и Urban Awards, выбор лучших жилых комплексов. Вот сегодня мы и проверим, как ты знаешь, лучшие жилые комплексы. Мимо. Ну, ты затмел меня вообще фактурой, ты понимаешь? У тебя там такая страница твоих регалий вообще. Похлопаем, Руслан. О-о-о, поприветствуем. Заметьте, заметьте, Руслан Сухий, канал номер один. А доходная недвижимость? А доходная недвижимость. А представляет первым меня. Чувствуешь? Ну, потому что ты просто номер один. А у меня с перепиской «Про доходная недвижимость». И третий гость у нас – это гость в маске. Все? А у него есть регалии какие-то, нет? Гость в маске человека, который три раза был у нас на YouTube-канале. О-о-о! И автор самых популярных видео таких «Стоит ли ужать из России? Часть 1». О-о-о! И «Стоит ли ужать из России? Часть 2». О-о-о! О-о-о! Давайте овации. Здравствуйте. У нас еще был гость со смазкой, но он ушел. Он ушел. За смазкой. Кончилось. Перед тем, как начнем первый рубик, хотел немножко поразогреть одну тему. Это… Все-таки смазка нужна. Все-таки надо немножко разогреть. Это инвест-клубы. Мы стали замечать, что застройщики стали создавать отдельные инвест-клубы для того, чтобы эти инвест-клубы продавали теперь уже определенные новостройки. И они такие, мы независимые инвестиционные клубы, но случайным образом предлагаем определенную новостройку. Ну и, следовательно, выход очень интересный. Как сказать, вход, рубль, выход 2 сейчас по новостройкам. Что думаете над тем? Я думаю, что когда бизнес плохо идет, ты начинаешь заниматься инфобизнесом. И поэтому сейчас у Аяза Шабудинова очень хорошо дела идут. Да, все пошли к нему учиться. А у него там инвестиционный клуб? Пока нет. Но я думаю, что… Появится инвестиционный клуб про флиппинг, да? Как бы как зарабатывать на перепродаже новостроек. Это Аяза Шабудинова. Мне кажется, отличная история. Потому что я недавно был на тусовке вот какой-то там флиперской, вот как раз, которая в субботу. Я был в шоке, сколько людей идут в флиппинг. Но был вопрос не в том плане, что ну прикольно, там перепродают они недвижимость, все замечательно. А они все у кого-то учатся. То есть я в основном спрашиваю, какие вы сделки сделали? Они говорят, ну пока не сделали, но зато мы учились у кого-то, вот какой-то важный. И в основном это женщина какая-то, которая рассказывает про инвестиции во флиппинг. Но у меня всегда очень много вопросов к этим дизайнам, которые на самом деле они пытаются продавать. Там, ладно, я молчу. Я плохо знаком с клубами, которые создают застройщики. Для меня это такое… Не позвали. Сволочи вообще, застройщики и меня не позвали. Понимаешь? Поэтому я не слышал ни разу о таком кейсе, но действительно я вижу, что очень сильно развивается формат инвестиционных клубов. Мы вас научим, как правильно инвестировать. Буквально мне вчера писала какая-то там пассажирка, что вот там какая-то там дамочка, 17 лет в недвижимости, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот она там учит и обучает инвестиционным сделкам, как правильно инвестировать. Ну, давайте быть реалистами. Сегодня нету на российском рынке в новостройках никакого инвестиционного потенциала. Точка. Ну, то есть, вообще как бы… О чем он говорит? Да. Что? Я не понимаю. Еще раз. Нету, нету. Вообще нету. Ну, не, наверное, если ты в тупую идешь и покупаешь ФСК, то, наверное, никаких вариантов заработать на этом нету. Пошли слова на три… А, смотрите, мы сейчас… Пошли слова на три буквы. Смотри-ка. То есть, здесь вот собрались такие офигенные эксперты. Мне вот буквально Сколкова недвижимость звонит такая. Ага. Предлагает проект инвестиционный. Я говорю, доходность какая? 60 процентов. Я говорю, что? На Бали? Нет, нет. Смотри, мы сейчас говорим, ты будешь за свою Балия говорить. Я за Россию, за Москву, матушку. Вот здесь я сижу, здесь как бы никуда не собираюсь. Я здесь смотрю. А 60 процентов. Я говорю, на чем вы основываетесь? Ну, вот на… Вот мы там подняли. Вот там 21-22 год. Я говорю, подожди, вы сейчас… Аналисты прошлых лет. Вы сейчас всем это впариваете, что сейчас можно поднять 60-70 процентов на новостройки, на котлование вообще? Ну да, конечно, пожалуйста, у нас же есть опыт. И вот вы здесь сейчас сидите и мне утверждаете, что вы можете дать мне проект, который даст вообще доходность инвестиционную по новостройке? Конечно. Ну-ка, один хотя бы проект дай мне. Любой пиковский практически проект, который строится внутри МКАДа. Давай возьмем первый Дубровский, хорошо? Давай возьмем первый Дубровский. Отлично, проект. Первый Дубровский. Я тебе сейчас покажу конкретную историю. 7 миллионов 100 здесь сейчас. Подожди, я сейчас буквально вчера просчитывал. Первый Дубровский. Отлично. Первый Дубровский у тебя стоит сейчас самый минимальный ценник 310. Ну, 7100. 310. Нет, давай в деньгах. Не за метр. Однушку… 7 миллионов 100 стоит… Подожди, я меряю вообще квадратным метром стоимость квадратного метра. Это вообще неправильно. Подождите, это профессионал. Он меряется квадратным метром. Давай договори, я потом скажу… 310. Да. 310. Сдача 25-й год. Конец 25-го. Там 26-й февраль и 25-й июль. Да. Там две очереди условно. 25-й надо брать. Метрополия, которая чуть дальше. Сегодня однушка по переуступке 307 миллионов. Готовая она сдается вот в четвертый квартал. Вторая очередь. 307. 307 миллионов примерно без отделки. 307. Ну, вайтбокс. Без отделки. Да, да, да. Без отделки. Ну, где инвестиционный потенциал? Нахер я пойду сейчас в первую Дубровский покупать? Я расскажу момент. Я снимал видео. Сейчас выходил комплекс «Сол», по-моему, называется. Да, да, да. Народ заходил несколько месяцев назад и уже прирос. Что? Он продал, он зафиксировался. Стоп, ребят, смотри, прирос. Это фантазия застройщиков. Конечно. Давайте говорить о фактах. Факт фиксации роста. Ты зашел, продал, зафиксировался. Вот это, вот это рост. Понимаешь? Понятно. Никит, условно, потом первый Дубровский. Не надо брать однушки. Не знаю, почему все идут в однушки. То есть, мне кажется, сейчас либо нужно идти в студии, либо Евро-3. Потому что однушки куча. Вы просто откроете ЦИАН, мы анализировали. И сколько предложений. При этом у людей что? Денег становится меньше. Но инвестировать они хотят. То есть, если брать банальную студию, которая еще стоит 7 миллионов с отделкой. Да, это будет 26-й год. Ну, начало 26-го года. Ты купи внутри трешки студию сейчас за 7 миллионов рублей с отделкой. Та же Метрополия, самая дешевая студия с отделкой, стоит 1-1,5 миллионов рублей. Окей, мы понимаем, что это бизнес-класс. Но, я договорю, условно, если мы берем эту студию за 7 миллионов рублей, я точно понимаю, что даже домохозяйка, которая инвестирует, она выйдет, соответственно, через 2 года за 8,5-9 миллионов рублей по этой студии на ключах. Если она ее купит с ипотекой, особенность пойдет с семейной, она пойдет со взносом, условно, 1,5 миллиона рублей. Да, у нее расходов по ипотеке выйдет еще где-то 1500, хотя она могла бы вернуть кэшбэком 390, если она там раньше не получала. И по факту она может заработать 1,5 миллиона рублей. Вычитаем 500 тысяч, да, она заработает миллион, на вложенные 2 миллиона за 2 года. Но понятно, что эта история не масштабируется. А куда ведут? Вот эти инвест-клубы, они ведут в какой-нибудь там бизнес-класс, в тот же соул, да. То есть вот, смотрите, вот было 10 миллионов студия, она сейчас 12, и она там дальше будет 15. И люди инвестируют в эту историю, и они не анализируют никак. Все люди, которые потеряли деньги на недвижимости, они, когда у них спрашиваешь, а вы смотрели, сколько стоит соседняя вторичка, соседние дома? Нет, мы не смотрели. Были ли вы на строительной площадке? Нет, я не был. Но тот же Первый Дубровский, при самом хреновом результате, у тебя в ипотеке он будет там, словно, 35 тысяч рублей, а если ты захочешь сдавать эту студию на Первом Дубровском, внутри трешки возле метро, будешь сдавать 45+. Без каких-либо проблем, вот тебе безопасная консервативная инвестиция. Но она может не случиться, правильно? То есть условно, может вот эти 50-годовых нет, но реальных 18-годовых, мне кажется, это реально. Акстич, да какой? Ты забыл про налог, который ты должен платить при продаже, это раз. Какой? 13%? Конечно, с прибыли, да. Большие суммы? Ну подожди, если ты считаешь миллион в гору, сразу оттуда вычитай минус 130. Везде надо платить налоги. То есть миллион в гору, минус 13%, минус 130. Это уже не миллион, это уже 800 тысяч. А? Не критично. Вообще не критично. Да нет, я не к тому, что критично, не критично. Проблема другая. Я к тому, что нету. И представляешь, у тебя какая хрень, тебе ее нужно продать, тебе нужно демпингнуть, у тебя головняк такой появляется. Сегодня новостройка дороже в тарифке. Нахер я пойду в первую дубровку, я пойду в метрополию, которая готовая уже. Это разные стратегии. У меня не вырастет. Если мы говорим о спекулятивной инвестиции. Они разные. Ну хорошо, заработаешь ты там 5%, ну с таким геморроем вообще, ну ты что? Ну лучше сидеть на жопе ровно и ничего не делать. Просто смотреть другие. Нет, смотри. Сегодня появляются новые продукты. Бали. Нет, смотри. У меня есть клуб. У меня есть инвестиции в новостройки. Ну мы сами строим. У нас есть продукты, которые за городом находятся. Мы строим на Бали. Продаем недвижимость на Бали. И я все равно говорю про то, что российский рынок недвижимости интересен с точки зрения инвестиций. Тут всегда можно находить какие-то варианты. И твоя история, ты правильно говоришь, что можно находить во вторичке сейчас что-то дешевле, чем первичка. Там приводить в порядок, продавать и зарабатывать. И Виктор правильно говорит, что есть интересная история в новостройках, куда можно заходить и зарабатывать. Но 90% это жуткий неликвид. Абсолютно верно. Это ключевой момент. Да. Я согласен. Ну не хлам, это хороший продукт, но просто очень дорого. Зафиксируйте. Еще раз скажу. Я всегда говорю, 90% новостроек это неликвид. Купив их, вы потеряете свои деньги. Отлично. Это прямо дисклеймер. Ты согласен со мной. Я согласен. И поэтому нужно правильно выбирать. Именно поэтому инвестировать недвижимость. И поэтому у нас теперь инвест-клуб. Инвест-клуб. А подожди, а у нас гость маски. Давайте вместе маски спросим. Серега. Здравствуйте. Никита. На самом деле я думаю, что создание клубов это неплохо, но очень печалит, когда они ангажированы с тем или иным застройщиком и инвестор совершенно может там не увидеть никакого инвеста и действительно потерять свои деньги. Это плохой пример подобного рода инвест-клубов. Бывают жемчужины, бывают интересные проекты, но в общей массе их, к сожалению, немного. И в этом смысле я согласен совершенно с Журавлевым, что на сегодняшний момент я ожидаю. Ну, я бы не сказал, что стагнацию рынка, но такой, скажем, затяжной боковик. И, как следствие, сегодня, как по мне, гораздо интереснее взять понятную обжитую вторичку, уже заселенную, чем подчас идти в какие-то другие риски. Есть точечные проекты, есть жемчужины, а что касается инвест-клубов, то, безусловно, не поощряю, тут ничем не отличается эта ангажированность от проходящих маклеров и других риелторов, которые не втючиваются, которые просто пытаются втюхать себе тот или иной проект, а не дать себе возможность не заработать, не решить твою личную проблему. Я хотел сказать, что Никита даже не перебивал. Ну, потому что его уважили, вы сказали, что согласен Шероблевым. Серега Смирнов. Нет, смотри, с точки зрения клубов инвесторов. Вообще, я считаю, что это позитивная история создания клуба инвесторов, где собираются люди, которые разбирают, дискутируют, смотрят новые какие-то проекты. Продают сомнению условный проект. Смотри, они вырабатывают некую методологию и видят, разбирают. Ведь одна голова – хорошо, а пять – лучше. Это первое. Второе – я тоже в свое время, кстати, моя идея была реализована. Любая идея, это твоя идея. Русланом реализовано, мы с ним еще говорили в 19-м году или в 20-м, я уже не помню, что необходимо создавать коллективные инвестиции. Это было в 73-м. Под танком, когда мы лежали в 45-м. «А не создадите нам коллективные инвестиции?» А он, блин. То есть, есть объекты, в которые один не зайдешь, а ты коллективом туда зайдешь, деньгами сбросишься. Я тоже хотел эту историю развивать, но Руслан меня перебил. Он опытнее, он серьезнее, он эффективнее, он как бы сильнее. Моложе. Это вырежем все. Че? Вот. И, соответственно, задача коллективных инвестиционных клубов – собирать коллектив и реально заходить в какие-то хорошие, интересные проекты. Не аффилированные. Или, окей, они аффилированные, но какая разница? Руслан собирает коллективные инвестиции под свои проекты. Это аффилированные? Конечно. С чем она? Он говорит, ребят, у меня охеренный проект. Он показывает фильм модель. Он рекламирует свой проект. Да, конечно. Он открыто говорит про это. А когда ты делаешь якобы независимый клуб, но случайным образом появляется та или иная новостройка или проекты, тогда возникает очень много вопросов. Что у нас аналитики проанализировали, у нас самое лучшее предложение. А когда у человека возникают вопросы, они их отрабатывают по определенной методичке. То есть манипулируют. Я вот против этой истории. Понимаешь, да? Тогда надо по-другому сделать. Смотри, можно такой продукт прям собрать? Вот мы собрались как эксперты, сделали обзор по новостройкам, проштурмили по-честному, прямо разложили всех. Потом говорим, создаем там, не знаю, запив или кооператив. Туда заходим, не знаю, по миллион рублей, по пятьсот тысяч рублей люди скинулись. И купили у застройщика там какие-то квартиры. Я считаю, что просто без ипотеки в новостройке настолько бесплатно. Абсолютно, я согласен. Без ипотечного плеча. А вот стройку вредевелопмент это отдельно. Вредевелопмент. Вот понимаешь, в новостройке сейчас еще раз хочу повториться. А застройщики, козлы, извиняюсь, не дают инвестиционный потенциал. За козла можешь ответить. Да. Но мы же не сказали, какой. Ты застройщик? Они все не дают, понимаешь? Они все не дают, как бы, инвесторам заработать. То есть, у них нету... Не, ну конечно, конечно. Все, точка. Туда-то швать нельзя. Никит, с тобой можно долго говорить. Гость с маски давает что-то или переходим? Я согласен. Я считаю, что только козлы не застройщики, а банки. Нам не дают заработать банки сегодня. А ему легко говорить, ему маски. Застройщик будет рад. И, конечно, система на рынке изменилась. Я ничего не вижу против клубов инвесторов с точки зрения того, чтобы иметь возможность рассмотреть коллективные инвестиции и в новостройки, и в горячие локации. Сейчас у нас сильно развивается внутренний туризм. море теплого мало. Есть несколько просто мучужин, которые там начинают строиться не только в Краснодарском крае. Скоро будет туннель в Архиз. Я смотрю и в эту сторону. И поэтому я считаю, что коллективные инвестиции не имеют права на жизнь. Мы здесь лишь обсуждаем то, что когда есть чрезмерная ангажированность с конкретным застройщиком, с конкретным проектом, который, по мнению экспертов, ну он не проинвест, а дает возможность заработать только ребятам, которые всю эту кухню заварили, это неправильно и это, в общем, нечестно. А во всем остальном такие институты, они должны быть, развиваться, безусловно. У нас первая рубрика, да, она называется «Зашкварные истории» и нужно рассказать историю, когда вы что-то купили у застройщика или купили вторичку и произошло что-то очень странное. Я могу пример просто рассказать-то в формате. Есть просто история, когда я понял, что я больше никогда не покупаю старый фонд. Я раньше, я из тех вот как раз флипперов, которые начинал покупал старый фонд, ремонтировал, перепродавал. Вот классическая история. Делаем там инвест-ремонт, ну довольно там симпатично, аккуратно, но все равно у тебя трубы не рехау, полипропилен и прочая история. Я купил квартиру, метро академическое, выкупили ее у алкаша, который за 10 лет забыл подать наследство. И государство решило у него забрать эту квартиру, к нему пришли ребята из инкома, помогли ему отсудиться, выиграть суд и, соответственно, он продавал эту квартиру соответственно по решению суда. То есть основание собственности решение суда было в этом плане. Ну и понятно, что ребята из инкома к нему подсели, чтобы он довольно быстренько ее продал, и мы объяснили, что квартира с плохими документами, хотя решение суда наоборот отличное решение, лучше чем наследство. Мы купили эту квартиру, и в какой-то момент мне звонят и говорят, вы топите соседей. Второй этаж был, ну типа, например, вы топите соседей, там какой-то ремонт сейчас длился, строители уехали, звоню, строителей нету. Я в шоке, у меня там офис на Калужской был, квартира на Академической, я быстрее бежать. И я понимаю, что у меня нет ключа от тамбура, ну то есть у меня так получилось, что не было ключа от тамбура, а был, соответственно, ключ только от квартиры. И не было ключа от домофона. Я звоню соседу, сосед не отвечает ничего, хотя вроде там свет горит, что-то есть там, я вроде визуально посмотрел. Люди, ладно, мне домофон открывают, прохожу, и, ну типа, я стучу соседу, открою, ну потому что, блин, потоп, мне говорят, что я топлю, ну то есть я такой на эмоциях весь, я топлю, звоню в звонок, звоню, то есть в этом плане никто не отвечает, вот. И тут в какой-то момент, короче, выходит сосед всю эту дверь открывать, и такой я радостно наконец сосед открывает, вот, и он начинает на меня с кулаками, короче, мы начинаем драться на лестничной клетке с мужиком на втором этаже, вот. Ну то есть какой-то пьяный тип просто, короче, начинает на меня бычить, вот. Я начинаю тоже с ним драться, пару ударов, ну то есть он как бы бухой, мне как бы даже страшно его бить, непонятная такая ситуация. То есть, а у меня потоп, мне не хочется с ним, короче, там драться. И, ну, он, короче, в какую-то сторону там ушел, потом, не знаю, на следующий день меня увидел, конечно, извинялся, он, говорит, прибухнул, а это, оказывается, профессор какой-то, он в университете преподает, просто не выспался и прибухнул, короче, и он, и у него глюк какой-то, что ему кто-то ломится к нему в квартиру. Белку схватил. Да, да, в этом плане. Потоп-то был? Что? Ну, мелкий был потоп, ну, мы решили все с соседями, ну, то есть, как бы, это такой момент, кстати, надо страховать квартиру на время ремонта, есть отдельная специальная такая страховочка. Вот, но после этих моментов у меня в портфеле никогда нет вторички. То есть, это… Нет вторички там, где рядом живет профессор. Да, 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 это такая история. И то же самое, что у нас квартира одна сдавалась была в управлении в районе Ясель, Новоясеневская, и мы туда заселили семью нерусских, но они адекватные, с пропиской, здесь живут все, у них паспорта российские, вот. Русские тогда, что значит нерусские? Ну, вот бабки считали, что они нерусские, да, они начали их там выселять, вот, мазать дверь, бить, пугать детей, да, и девушка-арендатор, которая жила в квартире, за ней бежала толпа бабок, вот, она убегала от них, упала и сломала себе зубы, и собственник живет в США, и он компенсировал ей деньги на лечение зубов, ну, из-за бабок, которые выгоняли, ну, бабки российские такие. Смотри, бабки выгоняют, бабки на ремонт. На бабки ориентируешься, в аналитике, да, везде бабки, здесь собрались бабки такие. Сальки, давайте. У меня истории все достаточно своеобразные, но как вы знаете, Виктор, у меня довольно много объектов недвижимости среди аппартов в Москве, некоторые даже находятся в управлении вашей компанией, и я просто не хочу делать ни рекламу, ни антирекламу конкретным застройщикам и конкретным проектам, хотя, конечно, есть там проекты знаковые и компании, которые я очень люблю. На какую букву начинается? Ранее пара компаний начинается на букву С, например, да. С может быть? Нет, это как доллары, да. А, ну, так это самолет. Нет, это самолеты, да. Я скажу так, что как-то купил я очень дорогую недвижимость, апарты в Сити, в одной из башен, названный в честь одного крупного российского города. Был когда-то столицей Российской империи. И, в общем, все хорошо. На тот момент, по сегодняшним меркам, цены были просто сняхотворные. Никто не понимал, что такое апарты, как с ними живут. И там я допустил ту самую ошибку, которую впоследствии допускал еще не раз, но и которых сейчас пытаюсь избегать. Понятное дело, что по закону застройщик не может... Я сейчас расскажу это преамбулу, это очень важно для цимуса, для смысла. Понятное дело, что застройщик, который продает тебе апартаменты в доме какого-нибудь гостиничного типа, он не может тебя обязать, чтобы ты не сдавал их в пользу третьих лиц. Поэтому во многих апарткомплексах в итоге вырастают какие-нибудь бьюти каворкинги и прочая история. В кампщице снимают живот с Сити, кстати, их очень много. Но это хорошие, я бы сказал так, это хорошие арендаторы, это хорошие наниматели. А есть ситуации, которые просто превращают жизнь твоего арендатора в кромешный ад. Ну, все-таки скажу, например, Stonehenge, первые их проекты, когда они зашли в Москву, которые у меня есть, это Трайбека в Басманном районе и Art Residence на Белорусской. Очень хорошие проекты, я всегда их ввожу в пример, на мой взгляд, вот знаковые. Вот то, как и должны жить апарткомплексы. Там лучше третьего не найдешь ничего, там все живут. И договором управления это просто прописано, ну, просто сразу выселят, если ты захочешь сдать там свою площадь под кого-нибудь бьюти каворкинг. И вот как раз таки в этом дорогом, в общем-то, объекте я получил рядом очень неприятных с моим объектом арендаторов. Все знают, что в Сити в целом, когда ты ожидаешь лифт, можно военный мир прочитать в перерыве. А там была настолько серьезная текучка, что в общей сложности иногда время ожидания лифта в этих холлах, оно там составляло 15-20 минут. И постоянные побегушки просто на этаже непонятно кого. В общем, открыли различного рода шоурумы, а рядом еще в углу был мой сосед, у которого там было 230 метров. И вот этот сосед весь 30 метров с двумя своими охранниками, там, с детьми, каждый день приходит домой. Вот рядом там моя маленькая уютная евродушка в 40 квадратных метров. А оставшиеся в той блоке, кажется, 7 помещений. В них была просто бешеная текучка. В одной студии звукозвалипись, вы себе представьте, что это такое. Поэтому для меня апартаменты некоторые, они являются адом. Кстати, вот, извините, сады Пекина такая же история. Вот просто один в один. Вот эта большая текучка, когда ты как бы живешь, на самом деле, в хорошем комплексе, в охраняемой, куда без пропуска ты не зайдешь в ход по паспорту, который, казалось бы, призван оградить себя от левых людей, а на самом деле ты постоянно живешь просто в каком-то кошмаре, ужасе, окружен постоянными непонятными людьми, которые тусуются у тебя на лестничные клетки, а все соседние места у тебя заняты какими-то шоурумами и студиями звукозаписи. Вот это, наверное, настоящий кошмар, потому что какой-нибудь кошмар в виде потерянных квартир или четвертой очереди, которую я получал от СУ-155, вспомянем. Это все истории, но они истории из области жизни, я на этом рынке 15 лет много чего повидал, но, наверное, это то, что меня расстраивает до сих пор. Это неправильное управление, это неправильная работа управляющей компании, на мой взгляд, и вот этого не должно быть от слова совсем, тем более в комплексах того колоколого класса, который я вам выше назвал. Вот это для меня кромешный ад. Мне пришлось продать их. Ну, я поддержу историю, наверное, это не мой личный опыт, а, в принципе, жизненный опыт. Это год, только начиналось все Москва-Сити, год 9-й или 10-й, 2010-й, башня Федерация. В башне Федерации было запланировано на, по-моему, 49-м и 50-м апартаменты Хаятовские с управлением Хаята. Хаят сам делал дизайн, физикам продавали, то есть там продавали апартаменты с дорогущей... Это Федерация? Башня Федерации, это Полонский. Но вы же потом это не продали. Сейчас, сейчас. Они обиделись, я знаю. Вот. Да, Хаят ушел. Ну, то есть все сделали. Все, это первая башня, которая не вторая, а вторая там гостиница должна была быть Хаятовская. А это апартаменты именно на продажу были. Да-да. То есть там офигенный холл, выходишь, там все в коврах, там, блин, ну там вообще делюкс. Делюкс. И, соответственно, распродали эти апартаменты, и кризис, там невыполнение каких-то обязательств, Хаята уходит. Все это там теряется, управление, но помещения остаются. И вот одна дамочка там, она не желает, думаю, надо как-то использовать. То есть тогда вот как-то нужно монетизировать все. То есть стоит, не понимаю. Я открыл там салон красоты. Имеет право? Имеет. Имеет право. Не желаю помещения. Да. Полонский об этом узнал. Поднимается к этой дамочке. Начинает там просто чуть ли не выбивать двери. Смотреть. Че вы тут устроили? Ба-да-да. Я миллиардер, да? Да-да-да. Вот из этой серии. Да-да-да. Крик. Шу. Ба-ба-ба. Дамочка такая, говорит. Вы как бы молодой человек, вы вообще кто? Вы на моей собственности находитесь? Там что-то не до драки дошло. И поставлена была задача юристам. Выселиться? Решить этот вопрос. Я тебя отсюда выселю. Ты кто такой вообще? Вот так вот тебе давай. Дамочка. Да. И вот такой вот конфликт произошел. И как вышли из этого конфликта? Просто эти дамочки, управляющие, чтобы там бога царя не гнилить, просто предложили помещение в башне федерации альтернативной, где она может открыть салон красоты. Ну и как бы вот так вот мирно договорили, что она просто салон красоты перевела и ей дали по умеренной цене, собственно говоря, по лучшей локации, чтобы там не было потока. Ну вот был случай вот этого конфликта, как раз о том, о чем Сережа Смирнов говорит, конфликт в апартаментах. И это по всеми. Но конфликт получается только в голове у Полонского был? Ну, конфликт был и в городе Столис. И конфликт был еще не отрегулированный вот этой вот историей. То есть сейчас управляющие компании прописывают, что ты не можешь там каворкинг, салон красоты сделать, то есть ну как бы управление. А тогда же еще не было опыта… Не все прописывают. Ну согласен, не все, да. Ну в принципе те уже, которые на… Наелись. Капитал Групп, да, в городе Столис ты не можешь там это сделать, то есть у них там жесткие правила. Трибекки, о Стон Ходжет, тоже там невозможно это сделать. То есть люди, которые получили опыт, они нашли выход из этой ситуации и уже как бы сразу как бы ну решают. Но тогда этого еще не было. То еще понимание как бы мы вешали на башню федерацию, этот самый вспомнил что-то сейчас, апартаменты, футболку сушили на… На улице? Да, да, да. Клеили, что как бы в апартаментах можно жить. И повесили такую огромную футболку на 30 этажей, и она сушится на веревочке такая как бы, типа здесь можно жить. Я, знаешь, могу рассказать какую историю? У нас в свое время… Ну я про квартиры, наверное, не могу рассказывать, потому что все-таки я выступаю так в роли девелопера, мы сами строим или занимаемся. Редевелопер, берем старые здания, переделываем. Но у меня был такой опыт, когда мы покупали квартиры на первых этажах под перевод в нежилые помещения. Была такая очень активная история. Делить нас люди? В Москве… Нет, под ритейл. Под ритейл. Ты покупаешь квартиры на первых этажах и собственно выпиливаешь. Переводишь, да. Переводишь, пилишь вход и собственно у тебя получается помещение там… Под магазинчик почему? Под магазинчик, сдаешь в аренду и потом продаешь как готовый арендный бизнес. Можно шаурмично открыть потом. Идея супер летела. Этим бизнесом таким, наверное, одним из первых стал заниматься, ну или там компанией Realty4sale, которая сейчас владеет достаточно большим количеством недвижимости, они уже тоже заняты девелопментом. Вот. И собственно все начали этим заниматься. и был такой момент, когда это стало настолько популярно, что начали сметать вообще все квартиры на первых этажах по любой цене. Квартира какая-нибудь там возле метро Крылатская стоила миллион долларов, потому что у нее окна выходили на метро. Квартира. Да. И собственники это знали и все время повышали цены, и некоторые выпадали из адеквата. Но в какой-то момент, видимо, такая масса настолько накопилась, и жалобы людей пошли, потому что люди, ну были нормальные предприниматели, которые соблюдали нормы, а некоторые просто несущие стены сносили, дабы расширить помещение. Ну, в общем, было много жалоб. И, видимо, количество жалоб… Господнадзор… Слишком какой-то критичную массу приобрело, дошло до Собяйной, и, в общем, он там своей рукой сказал остановить этот процесс. И процесс встали. То есть перестали согласовывать документы на перевод. Под разные кучи помещений. А у нас кучи помещений набрано. Может, там ввалили денег в эти помещения. Ну, то есть все же растет. Да, да, да. Рынок растет. Рынок растет. Ну, один раз получилось, два раз получилось. Ну, все, надо брать. Короче, мы там с товарищем там набрали. Ну, там еще не было коллективных инвестиций. Вот. И все, рынок встал. А мы накупили помещение же. Квартира по двойной цене, по сути, да, от рынка. И мы пошли там к согласователям. Появилась куча разных согласователей, решальщиков. И они брали деньги. Появилась куча мошенников. Нас, кстати, там одна мошенница так и обманула. То есть взяла деньги. Причем ее посоветовал мой товарищ близкий. Сказал, что я ее знаю там с молодости. Она точно делает все. И она кинула. Она кинула до нас. Мы потом ее на нее в суд подали. Да, ее там дело завели уголовное. В общем, до сих пор она там длится уже сколько лет. Деньги мы обратно, кстати, не получили. Она просто все время последствия находится. Она там беременеет, рожает, потом опять. Вот. И, ну, первое, что могу сказать, что точно не надо верить никаким согласователям. Вторая история по поводу театральной истории. Это согласовальница девушка. Она как делала? Она говорила, так, сейчас пойдем в мэрию. Так и заходила. В какой-то там кабинет или там куда-то. Просто, да? Просто заходила, говорит, сейчас я зайду. Заходила. Подписать. Нет, она заходила туда, реально. В кабинет. В кабинет. А я думал, в здание зашла такая? Нет, в кабинет подписать. Ну, что-то там разговаривал, видимо, спрашивал, сколько времени. Говорил, может, не в тот кабинет попал. Через пару минут выходил, говорит, все, все, решилось, все нормально. Вы такие, ну, серьезно? Да, да. Слушай, она к такому человеку сошла там. Вот. Но молодые были, как бы, в эту историю верили. Это были такие вот про обжигание. Ну, и, собственно, потом нам пришлось, по сути, мы продали просто квартиры. Ну, то, что успели мы перевести, перевели. Все остальное просто продали, как квартиры. На первом этаже. На первом этаже, да. Там, опять, с потерей, там, сонга денег. Ну, потом пошли в другие комбинации. То есть, здесь зашквар какой? То есть, когда рынок уже так сильно вырос, когда про все знают и все этим занимаются, все это уже поздняк. Короче, была такая история в институте, когда учились, назывался «Карусель с билетами». Знаете, ты? С билетами? С билетами «Карусель» называется. Есть карусель на выборах, я знаю. Да. Но она, видимо, идет все-таки… Не-не-не, стоп, не стоп, не стоп. Короче, когда мы учились. И ты, допустим, какой-то сложный предмет, и не все готовы к этому предмету. Есть функция староста. Я был старостой в академии. И, собственно, что делал староста? Сейчас, если мой преподаватель будет смотреть, конечно… Он себя подписывал, смотрит тебя, да? Да. Оказывается, смотрят меня, мои прежние и руководители, и преподаватели. Значит, что я делал? Я приходил, у меня был журнал, там, посещение. Ты всегда перед экзаменом приходишь, кладешь журнал. Кладешь журнал. И обычно класс сразу… Билеты разложены у преподавателей. Вот они так разложены. Все за дверью стоят. Я подхожу к журналу, говорю, там, Иван Иваныч, назовем его так. Я говорю, вот журнал, вот вам, вот… А у меня была еще такая папочка, знаешь, такая папочка, папочку классу, да, и журнал дозавал. И брал папочку с билетом сюда. И уходил за дверь. Он там. А билетов же много, там, 30-40 билетов. Понятно, что не кричать. Я раз, билет номер, там, 15. Все, ты к нему подготовился. Сюда подходишь. Вытягиваешь. Вытягиваешь любой билет, говоришь, 15-й. Можно без подготовки на бал вышел? Он говорит, молодец, ну давай. Ты отвечаешь, этот билет сюда кладешь, потом 15-й сдаешь. С этим билетом выходишь. А, и выносишь. Выносишь. И следующий товарищ говорит, держи, готовься. Он там, 32-й. Красавчик. И пошла карусель. Ну и, соответственно, все те, кто не сильно был готов к этому предмету, они на эту карусель успевали проскочить. Вот, но в конце ты заходишь уже обратно за журналом посещаемости. С последним билетом обратного поскладываешь, забираешь, уходишь. Ну и так, мы, собственно… Какой вообще! Надо похлопать! Ишь какой! Ишь! Это хороший кейс будет для тех, кто сейчас учится. Но это контент 18+, для тех, кто уже закончил. 18+, только ты начинаешь, между прочим. 22+. 23. Ты заканчиваешь 24, по-моему, нет? 24. Ну смотри, как учишься. Ну, если плохо. Плохо. А если хорошо, ты экстерну доедешь. Если плохо учишься, ты учишься всю жизнь. Да, если ты это самое… И покупаешь курсы инвесторов. Да. И потом запускаешь курсы инвесторов. Да. У нас вторая рубрика. Никита говорил, что нельзя заработать на инвестициях в новостройки недвижимости. Именно специально мы для этого и подготовили, специально для тебя эту рубрику. Давай. У нас 4 билета. Можно вытянуть любой один. Как раз, я думаю, ты первый вытянул. Один на мальдивы? И… И… Там вопрос, например, там будет какая-то сумма. И куда бы ты эту сумму инвестировал на рынке недвижимости? Или вообще, что бы ты сделал, может быть, с этой суммой? Так что вытягивай любой. А там деньги реальные? Нет. Хороший кейс. Там бабки лежат, и я пошел проинвестировал. Заработал, не заработал. Кстати, можно сделать такую рубрику. На донатах, да? Реальный кейс. Собираем на донатах, да? 15 миллионов. Ооо. 15 миллионов рублей. Мы говорим про недвижимость, да? Да, мы говорим про недвижимость. Мы говорим про… Пришло 15 миллионов кэша. Что с ними делать? Продал, например, как раз медвину. Что с ними делать? И самое важное, что она, допустим, из недвижимости пришла. Я понимаю, о чем ты. 15, 1,5 и сколько нулей? Вот 150 я не могу представить. Миллионы, да? Пока мой этот самый 50. Окей. Я в 50. Я же физик. Это ты в ярдах как бы. А хотите, кстати, вам эксперимент на троих вам? Как ты думаешь, если сейчас у тебя забрать ваши источники дохода, которые вы сейчас получаете? Но у вас остаются ваши знания, навыки, социальный капитал, YouTube у вас тоже нету. Вот как ты думаешь, через несколько месяцев на какой минимальный уровень дохода ты опять выйдешь? Точно. Используя тот опыт, знания, что у тебя есть. Вот какой… Вопрос в стиле Рыбакова. Через полгода, через пару месяцев. Я думаю, что на 50% от дохода точно выйду. От сегодняшнего дохода? От сегодняшнего. А ты как думаешь? Не выйдут, конечно, на 50% сегодняшнего дохода, потому что активы построены, они типа… У тебя все забрали, все. Не, я понимаю, что да. Я не знаю, ну, наверное, на тысяч пять долларов. Ну, что-нибудь типа такое. Если вот типа там два-три месяца условно приехали… А у тебя сейчас такой доход? Ну, пять тысяч долларов. Не важно. Конечно, не важно. Условно, да, условно. У тебя есть условно такой, ну, понятно, пассивный доход, какой-то активный доход? Ну, условно, например, я типа продал все или условно у меня деньги здесь забрали, уехал в Дубай, да? Да. Типа Витя уехал в Дубай. Да. Сколько денег я буду зарабатывать в Дубай через два-три месяца? Ну, наверное, да, там на уровне там пять-шесть тысяч долларов, ну, то есть если просто. А ты? Хочется перефразировать этой фразой из крокодила. У того полно забот, кто сегодняшним живет, кто живет и похуй тому заботы по быку. Я думаю, что со своими знаниями, навыками я бы через два-три месяца вышел на десять процентов от своего сегодняшнего дохода. А через год давайте, ладно, упрощу задачу. Ну, через год. Упростишь? Почему упростишь? Двадцать тысяч? Ну, потому что чуть больше у тебя будет разбег. Ну, через два-три месяца. Через десять процентов, потому что у меня останутся на связи. Через год? Сколько говоришь? Если останутся в связи, то я выйду через год. Да, на норму. На норму, да. Да. И вот история какая, как утверждают психологи. Обычно, ну, люди начинают говорить про тот уровень дохода, который есть на сегодняшний день. Угу. Очень часто мы убираемся в потолок. Кстати, кто слушает нас, вот, девчонки, мальчишки, то же самое вам вопрос. И это такой, знаешь, ментальная ловушка, потому что ты вокруг этой цифры очень долго крутишься. И мы как будто хотим больше заработать, выйти там в x2, в x3, но, блин, у тебя мозг, такая программа стоит, что… Ограничитель. Вот, да, это история. Ты говоришь, ну, через три месяца, или там, через год я до нее дойду, ну, как бы, все, это нормой. Угу. Ну, а там плюс, может быть, там, десять процентов буду прибавлять, может чуть-чуть будет не откатывать на кризис. И когда есть внутренний запрос, что хочешь прям кардинально улучшить, тогда ты должен, как бы, сам себя поверить, что ты можешь, там, условно, там, не десять тысяч долларов в месяц зарабатывать, а двадцать тысяч. И у тебя даже сейчас заберут все то, что есть. Но у тебя уже такая есть психологическая, ментальная вера, что ты двадцатку точно сделала. Двадцатку точно, блин. Я Васю и Петю знаю, мы сейчас быстро соберем. Поддержу тебя. Знаешь, чем ты уже такой психологической штукой? Ты мне можешь дать 15 миллионов в долг? Себе могу. Для инвестиций? Да какая разница? 15 миллионов, да? То есть уровень твоего дохода заключается в том, сколько тебе люди доверяют денег. Понимаешь? Вот если вот, там, человек жмет тебе сто тысяч рублей, то ты не достоин свой, ну, то есть ты, 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 ты как бы, ну, то есть ты не располагаешь на сто тысяч рублей. То есть ты… Себе не доверяешь. Себе не доверяешь. И ты сам себе не доверяешь. Ну, два момента. Еще плюс окружение. Да, да. И ты сам себе не доверяешь, прежде всего. Это не, там, Сережа Смирнов мне не доверяет сто тысяч рублей, да? А это я себе не доверяю сто тысяч рублей. И поэтому энергетически… Ты понимаешь, да? И ты не можешь себе позволить, как бы, вот, вот, 15 миллионов. Блядь, 15 миллионов – это как бы, ну, конкретная сумма, да? То есть… Кстати, я к тебе приду. Да. Понимаешь, мне нужно проинвестировать пятнашечку. Окей, Руслан дал 15 миллионов Нигите для инвестиций. Вот у меня есть пятнашечка. Да. Слушай, у меня была… Сейчас я… Вот сегодня лето… Да. 2023 года. Я буду ментально мастурбировать до осени. До осени? До сентября или до октября? Человек со смазкой рано ушел. Да. Да, понимаешь. Вот я сейчас… Ну, то есть, у меня несколько было стратегий. Первая стратегия – это кладовки. Кладовки. Келлеры. Кладовки. Причем стратегия офигенная была. Она еще существует, но уже теряется. Выкупаешь подвальное помещение в этих самых… Можно вытеть в аренду. В старых фондах. Ну, как бы не в старых фондах, а вот где густонаселенные спальники, панельки, где нету парковочных мест, где нету подземных парковок. Да. И делаешь из них кладовки. Да, да. Понимаешь? Шаговой доступности к кладовке. Все. Там у тебя народу дохерища, плотность, балконы, люди обжились и ехать куда-то, класть вещи. А тут открывается… Это рабочая история. Такие бизнесы растут. Да, да, да. У меня даже проработано со складными. Со складными. Со складными, да. Там уже финномодели есть. И я бы, наверное, туда бы пошел, и там бы туда вложился. То есть на 15 миллионов у меня можно было бы сделать, наверное, если говорить в аренду, в аренду не выкупая. Не выкупая, конечно. Не выкупая. Ну там трешку на старт. В аренду я бы запустил бы четыре точки. Четыре точки я бы запустил бы на 15 миллионов. Но ты бы бизнес на эти деньги сделал по факту. Это все-таки бизнес, а не инвестиция. А, нет, подожди. Подожди, смотри. Здесь… Ну, наверное, да. То есть смотри, я беру в аренду, отдаю в управление, и сижу как бы… Ну, в аренду сдаешь. Все. Вот тебе как бы инвестор. Но тут, видишь… Это бизнес все равно. Да, ты правильно говоришь. Важно подразделять. Ты инвестор, либо предприниматель. Да, это самозанятость. Да, окей. А ты говоришь, кого бы я дал? Я бы прошел бы 15 миллионов, отдал бы Руслану. На Бали? Не знаю. Я бы его… Он мне дает 50 процентов, он кричит на проект. Я бы ему дал бы… То есть отличная идея. То есть Руслан тебе дает в долг. А ты его инвестируешь. Да. Вот, пожалуйста. Руслан тебе дает по 12 годовых, а 50. Вот на эту… Мы еще не оговаривали. Он мне просто дает… Руслан, Руслан, давай тогда, вытягивай ты. Бали вытянет. Сейчас 5 миллионов. Я же сказал. Ты понимаешь уровень? Это же тоже как бы… Ты чувствуешь, да? Энергия вот эта вот… Я даже не знаю, да? Слушай, ну это самое-самое… Сложное. С одной стороны сложное, с другой стороны для меня понятное, понятное… Комфортная сумма. Что можно с пятеркой делать? Первый вариант – проклятивные инвестиции. Есть закрытые пай-инвестиционные фонды, коммерческие помещения, которые сдаются в аренду. Ты можешь купить там пай и получать стабильный пассивный доход от большого арендного бизнеса. Доходности не слишком высокие, но как бы… Как вариант. И я, допустим, с Оскаром разговаривал. Говорит, люди очень любят и им нравится. У меня даже инвесторы, которые инвестируют в наши проекты, в девелоперские, они, допустим, там в активы сидят. Чуть-чуть. Почему? Говорит, мы везде. Туда-сюда квартиру купил, апартамент купил, в активы отнес, тебе отнес. И так все раскидывает. Это первое, что можно сделать с пятеркой. То есть отнести и доходность в районе 10% годовых, наверное, получать. Ну, может, 8-9. Ну, там… Ну, какие-то простые… Есть провальные… Чуть-чуть больше депозита. Типа лучше депозита. Но зато у нас это все равно прикреплено к недвижимостью. То есть у тебя в любом случае есть пай, которая может подрасти. То есть есть рост стоимости капитала, есть арендодоход. То есть в отличие от депозита. Ну, там есть риск, что может кто-то не так с арендатором пойти. Пандемия случится, арендный поток упадет. Ну, собственно, там… Есть риски. Чуть меньше доходность получишь. Есть риски, да. А вторая история про 5 миллионов. Понятно, я сказал, надо нести ко мне. Потому что у нас высокая доходность, у нас есть разные проекты. Но Виктор сказал, что ничего нельзя рекламировать, поэтому я ничего не скажу. Не реклами… Не несите Руслану деньги, у них нет инвестиционных проектов. Ни в коем случае нет. Кто это ума? Кто это ума? Нолп какой-то, да. Продолжай. Вот. Вторая история про пятерку – это про то, что можно соинвестировать во флиппинг. История. Такой… То есть используя… А денег хватит? Почему? Первоначальный взнос. Ну и с ипотекой. С ипотекой, да. И, в принципе, достаточно суммы для того, чтобы… Старый фонд или взял бы новостройку без отделки? Ну, я бы не рисковал бы. Я пошел бы искать в старом фонде, где ты являешься супер экспертом в этой истории. Найти недоценен актив, как мы любим говорить… Сравнить с бабушатником, да? С бабушатником, с дедушатником. То есть найти, отремонтировать и перепродать. Это хуй. И, в принципе, эта история до сих пор работает и актуальна. То есть есть люди… Создать доп. ценность. Ну, в любом случае, получается опять небольшая самозанятость. То есть, условно, хочешь быть инвестором, иди отдай фонд, который управляет этим. Да. А так, если ты хочешь сам зарабатывать, то нужно создавать доп. ценность какую-то. Это предпринимательство такое определенное. Вот. Третья история – это, наверное, идти уже в землю заниматься. Но, опять же, это получается… Эта экспертиза нужна сильная. Не знаю, земля опасна. Тут тебе нужен проводник. То есть есть ребята, которые хорошо с землей работают. То есть этой суммой достаточно, чтобы купить земельный участок. Разделить его. Там… Купить сельхозку, перевести… В ЖС. В ЖС там разделить, продать и получить там… Ну, прям… Опять же, занятость. Да, это занятость. Либо ты там инвестируешь в таких ребят, которые этим занимаются. Ну, типа просто чуда нету. А вот что скажет наш гость в маске. А, да. Карточка. Карточка. Ну, это ближе. Десять миллионов, значит. Долларов или рублей? Видимо, рублей. Да, рублей. Ну, десять миллионов я, наверное, пошел в подбор в Смаррент. Еще пригласят на передачу. Еще пригласят. Ну, так он постоянно так понимал. Так он постоянно, поэтому… Дервежин сказал, что передал в управление надвижимость Смаррент. Ты правильно говоришь? Два раза прокинул уже. Да, пятый раз уже участвует. Да. Ну, если бизнес-идея… То есть, еще раз повторюсь, не является частной инвестиционной рекомендацией. Я не люблю… И давай советы. Не платно, не бесплатно. Что бы сделал я? Скажи, что я сейчас сделаю. Сейчас я покупаю новостройки в Дербенте. Я сказал, что очень мало моря в России. В Дербенте недавно было тысячелетие. Много моря. Я в свое время инвестировал довольно много денег в рынок Тбилиси в Грузии. Я очень хорошо знаю, что из себя представляют иранцы с семьями. Современная территория Дагестана и Дербента очень ценна для туристов из Ирана. Не будем углубляться в историю, но для них это совершенно с точки зрения шиитов понятно. Они путешествуют с большими семьями. Гостиниц там немного. Регион очень сильно развивается. Как я и сказал раньше, не вижу сейчас инвеста в Москве. Хотя в каком-то смысле можно об этом рассуждать. Я, как сейчас помню, конец нулевых десятый. Были тогда на слуху все эти компании. Я не знаю, есть сегодня Blackwood Night Frank, которые тогда работали с иностранцами. Скоро они будут работать с китайцами. Это, безусловно, и это будет очередная экспрессия с точки зрения взрывного роста китайцам. Приветствую Middle Century архитектура сталинская, которая у нас называется в России. Это отдельная история. Сейчас про нее не буду. Но если вы меня спросили, да, по 5 миллионов я бы купил две новостройки в Дербенте. Считаю, что 9 месяцев в году туристического сезона полнейшая нехватка ни нового жилья, ни всего прочего. Регион будет расти и развиваться. И при отсутствии, в общем-то, для очень многих перспектив с выездом за рубеж, я думаю, что там есть точки роста. Гениальная история, замкат посмотреть. Гениальный. Замкат? Замкат. А, вообще это между ними? Да, да. Вообще замкат. Я очень хорошо, точнее, я прям поддержу и аплодирую вот этой вот идеей. Дербент, действительно, кто бы знал, что Дербент станет курортом Российской Федерации. И что-то далеко ходить. В прошлом году у меня куча знакомых смотрели, рассматривали туда поехать, вообще как бы отдохнуть. Но там нет инфраструктуры вообще. А знаешь, где есть инфраструктура? В Сочи. А сколько стоит в Сочи квадратный метр? Очень дорого. До миллионов. Ну, средняя цена. 500-600 сейчас. 445 тысяч. Три года назад в Сочи квадратный метр стоил 154 тысячи рублей. Если сравнить, допустим, Сочи и Крым, то в Крыму… Я бы сказал однушки. Однушка в Сочи стоит где-то примерно 15 миллионов. Это как раз твой бюджет. И сейчас там есть отельные операторы, которые продают в отеле. То есть, по сути, ты можешь купить номер в отеле, жить ты в нем не можешь, просто отдаешь. Доходность примерно 12% годовых они закладывают эту историю. Но в Крыму 7 миллионов рублей квартира. То есть, она в два раза дешевле. Понятно, почему в Крыму просто дешевле сейчас? Ну, во-первых… То есть, это рискованная инвестиция. Ну, есть информационный фон определенный, да. Во-вторых, все равно нет такой инфраструктуры. За пятерку квартирку продашь однушечку у себя? В Крыму? Да. За семь. Три возьму. За семь. На твои деньги. За семь. Расскажите мне, где спекулятивный доход можно на пятнашку взять сейчас? Вам совет или консультацию? А, это из 5 миллионов ты имеешь? Ты хочешь за 10%? Знаешь, что сказал гость в маске, приходите на консультацию с Маренцем. Он сказал, что он не дает и ни за деньги, ни за бесплатно. Нет, а консультации с Маренцем существуют. Мой совет – это бесплатно, ты знаешь. Консультация – это платно. Мой совет – возьмите консультацию. Да-да-да, я понял. Моя консультация как раз… Подожди, еще раз. Давайте так. Есть ли на сегодняшний день на рынке спекулятивные проекты инвестиционные? Не в новостройке? Вообще что-то, куда зашел, полгода посидел и там… Нету, нету вообще. Точка. У нас третья рубрика, она называется «Угадай новостройку». Угадай мелодию. Я угадаю эту новостройку с трех нот. Я даже не открываю карточку. Мы… Нота номер два – 20 рублей за правильный ответ. А рубль сегодня в программе «Угадай мелодию» будет равен немецкой марке. Кстати, это было бы интересно. Шоу из трех экстрасенсов, да? Да-да. Угадай новостройку, вот просто которая лежит. Шоу максимально простое. Я подумал, что будет здорово, если вы будете совещаться втроем и угадывать, что за новостройка по фотографии. Будет кусок фасада. Слава богу. Снял себе ответственность, да? Да. И самое главное – есть три подсказки. Первая подсказка – звонок другу. Никит, включи телефон, это я подключу. Да, я только что выключил. Я сейчас тебе буду звонить. А я режим не включил, да. Вторая подсказка – это «Спроси Бусти». Это наших подписчиков, которые в закрытом чатике. Можем им скинуть фоточку, и они накидают вариантов ответов, да. И третья подсказка – это я дам четыре варианта ответов. То есть по факту у нас десять новостроек. Они максимально простые. Вот. Мы можем для вида сделать, что они очень сложные, да? Сложные, сложные. Что вы долго-долго рассуждаете. Можно начать с любой картики. Не так. А еще вариант. Ты можешь спросить у Маранта. Да. За консультацию. За деньги. Зайти на сайт marant.com в раздел «Консультации» и купить консультацию. Там есть как раз тридцатиминутная. Выбираем любую. Я могу все. Не надо спутать. Они как раз по четыре сложены. По четыре сложены. Извините. А, то есть четыре карты и там четыре фасада? Да. Забираем. А вот так вот надо, да? Почему черный свет? Смотреть-то можно? Потому что у нас логотипчик. А, ну понятно, что это такое. Все ясно. Следующий. Ты все знаешь. Ничего себе. Нельзя говорить «ничего себе». Да. Все для себя? Нет. Все себе. Вы даже не совещались. А что совещаться-то? Я считаю, это неправильно. Во-первых, ты унижаешь нас. Потому что мы с «человеком в маске» хотя бы начали думать. А-а-а. Мне интересно просто, знаешь. Вы хотя бы начали думать. Самое важное, вот что я еще забыл сказать. За каждую отгаданную новостройку наши подписчики получают промокод от Смаранта со скидкой от 10%. И он появляется, вот как только кто-то отгадывает новостройку, он появляется на экране. Так что вы играете на стороне. Может мне тогда не играть, я не понимаю, но тогда неинтересно будет вообще. Очень интересно. Да? Очень интересно. Давайте подумаем, что это за высотная. Высотная, высотная. Надо смотреть на небо. Где такое ясное небо может быть? Это точно не Санкт-Петербург. Это точно Москва. Я, потому что из Питера, там такого неба нет. Ты из Питера? Да. А что, не видно? А ты где родился? В Питере. Мне нравится. В Питере? Нет, а в каком районе? В Крупщина. Я Зерковский просто. А, серьезно? Я тебе серьезно говорю. Брат. Брат! Земеля! А родинка есть у тебя здесь? Да, надо. Окей, все, забираем их. Так, а что, ладно, фальстарт сделали. Почему не фальстарт? Как раз разогрелись. Давайте следующую. Вот эту, давайте вот эту. Ага. Мы все берем? Не-не-не, вот надо где четыре. А, вот эту вот эту. Вот эту, вот эту. Вот эту. Вот эту. Давайте вот эту. Слушай, ну вот у меня у сына такой есть. Лего называется. А так он еще не построен. Как он не построен? Вот, потому что люлька висит. Люлька. Люлька. Еще не сдан объект. Какая разница? Если люлька есть, то это высокая степень готовности. Ну да, еще небо. Зоса нету. Небо серое. Это замкание. Значит задержка есть. То есть смотри, они висят. Да. Висят. Вот сдали. Соответственно недоделки. Кто у нас с недоделками постоянными доделки? Опять на три буквы. Нельзя материться. Застройщик? Материться нельзя. Застройщик понятен кто. Где? Какой проект? Застройщик Пик. Это всем понятно. Кстати, при том, что монолитный, да? Не панельный. Почему ты говоришь? Это монолитный дом. А, монолитный. Смотри, как он умеет классно делать. Делать хороший дом, а выглядит как пик. Это талант, талант. Да, да. Гость в маске знает? Нет, мне надо. Не время. Да. Я бы такой, конечно, назвал бы. Пасмурный акварель какая-то такая, знаешь. ЖК пасмурный акварель. ЖК пасмурный акварель? Хорошее название. Но Никита, как про финал, я думаю, уже догадался, что за проект. Я угадаю. Варианты. Варианты. Никита, я тебе позвоню. Да, давай, давай. Алло, Бунинский Луга, да? Ага. Я был Луга. Давайте следующее. Слава богу, Бог Милл не был там. Почему тебе? А тебе проекты Пик не нравятся или что? Так. Нет. Или Луга не нравится? Ю-8. Ооо, эстетика. Да. Апартаменты на проспекте Мира. Цити 21 век. Юрский камень. Окна Шуко. Да. Причем рендеры. Это рендеры. Это не по... Да, потому что там сейчас места эти красивые... Этой девушки здесь нет. Сейчас я понял. И зелени нету этой. Нет, зелени купили еще. Значит, зачем вы нам рендеры подсовываете? А я тоже не очень понимаю. Чтобы сложнее было. Чтобы сложнее было. Как раз сложнее будут фотографии реально. Рендеры-то все знают. Кстати, момент про бабушкин ремонт. Смотрите, все время про женский полк. Бабушкин ремонт. Женщины чаще инвестируют в недвижимость. Вы не знали? Вы придите на любую конференцию. А знаешь, кто принимает решение при покупке квартиры? Женщина. Это общее решение. Стоп. Это общее решение. Не-не-не-не. Это ты не стал... Ты себе не льсти, пожалуйста. Не льсти. Разбираем. Следующее. Обычно у нас дома мы говорим, что это наше общее решение. Ну да. Ну, конечно, понятно. Это эталон. Это у нас заселиванный фонтан. Я не знал, что он знал, честно говоря. Для меня он прям... Чем мы дольше общаемся, тем больше открытий. Человек открытия на самом деле. Человек открытия. Там есть и более красивые фасады, но эти в духе венецианском... Чувствуете, что человек умеет выбирать правильную локацию? Недвижимость, да. Вот Будинский луга он даже не слышал. Я не понял. Вот это сейчас меня затмили. То есть мы же сказали, что нам нужно сначала порассуждать, а тут сразу... Да. Человек единственный, что знал, сказал. Он сразу... Он сколько молчал. Он сколько молчал. Он сколько молчал. Он сколько молчал. Нет, я бы, знаешь, что сказал бы на это. Я бы сказал бы, либо это царская площадь, либо это... Это слишком будет легко. Янградовский. А давайте еще будем разбирать фасадную часть. Давайте вот это. Отлично. Разбирать? Ну, типа это... Клинкерный кирпич. Вот он, твой любимый клинкерный кирпич. Смотри, видишь, не везде хватило одноцветного. Пришлось... А вот это уже сложный, кстати. Когулочка с изюмом. Можно наковырять? Да, это уже сложный. Ну, это Москва, мы видим по... Смотри, по небу. По небу это Москва. Небо голубое это... Сочи. Что? А, в каком районе? Если такая ясная погода, может быть только ближе к центру. Ближе к центру, да? Ну, там разгоняют облака обычно. Чтобы... Кстати, как вам вот такой клинкерный кирпич? То есть, когда вот эти вот кусочки, как будто что-то... чем-то облили фасад. Да, как будто брызнули. Да. Мне кажется, что какой-то идиотизм, на самом деле. Или рабочие просто используются. Это не... Нет, это не инградовская история. Слушай, а вот интересно, когда люди вот этот кладут вот так вот, просто вкрапляют... Ручной, да. У них этот самый, да. У них есть рисунок? Да, да, да. Или это такая... Они прям знают, где какой кирпичик. Да, они прям... Видишь, они разные. Есть вот эти белые, есть еще серия. Причем архитектор ходит и вообще есть... Да неправильно ты тут, да, вот какой-то... Пантон, так называемый, вот у них есть, и они фигачат. Кстати, в основном, когда общаешься, все говорят, ни у кого нету нормального клинкерного кирпича, но когда приходишь к застройщику, он говорит, у всех нету, но вот именно у нас клинкерный кирпич, а не фасады. Нет. А вы заметили, что плохо, криво отражается в зеркалах, в стекле, в соседних зданиях? Ну, это подсказка, но на самом деле, вряд ли она... Вы видите, как она неудачно преломляется? Это говорит о чем? Слушай, ну, это... Не знаю, вот мне... Я бы сказал, что это Зилард, но вот эта вот высотность, с которой вот эта вот идет, вот такого нет, там чемоданы стоят в Зилард, поэтому не Зилард. В Зиларте, слушай, где такое в Зиларте? Нет, тогда нет. У них вот эта вот... Давайте подписчиков спросим. Они просто так, что мы здесь... Что-то мы стараемся тут, да? Спросить подписчиков? Да. У вас же есть подписчики? У вас же есть подписчики? Те два подписчика, ты можешь их спросить? Которые еще не подписались. Ну, это апартаменты, скорее всего. Подписчики уходят, подожди. Так, ну вот, фотка. Это, скорее всего, апартаменты. Я прям жестыдился. Друзья, мы тут сидим на шоу вместе с Русланом, Никитой, гость в маске. И у ребят возникает вопрос, что это за новостройка. То есть, нужно определить, что за новостройка по фотографии. О, есть один прочитал. Так, он отписался этим сразу. Да пошел ты. Какой Wi-Fi, ребят? Кто знает этот? Я знаю вот этот вот. А пароль? Пароль, я тебе сейчас скажу, ты охереешь. Так, отписать охереешь с большей буквы? Да. Ну, кстати, мои ответили. Твои ответили? Да. Подожди, стоп, окей. Подожди, а правильно ответил? Правильно ответил. А ты знал? Что? Что они ответят? Как они называются, объекты? Да. Так я же их подбирал еще. А нахер тогда участвуешь? Вообще уберите то самое. Он сидит тут. Зачем ты тянешь тогда? Подожди, ты представь, группу только считать миллионером. Ты один сам приходишь, открываешь. Два человека ответили. Все, у меня сейчас только грузится, подожди. Хотя ладно. Ну, нет, просто твои подписчики, видно, ни хрена не делают. Мои-то работают, понимаешь? У них как бы сейчас… Мои инвесторы, понимаешь? И твои работают все правильно. Да, да. Мои рабы, мои рабы. У меня просто видно… Давай целый кругом определимся. Где такое могли построить? Могли это построить… Ну, слушай, знаешь, где это? Ага. Мне кажется, это… Этот самый… Вот кто мог бы такой в жюлебе напоставить? В жюлебе напоставить? Ред Севен. Ой, Ред Севен. Ред… Чего типа? Чего ты его используешь? Более красный. На Сахарова. Не, не на Сахарова. Нет, этот самый, как его… Западный административный округ. Звенигородка. Звенигородка, внутри трешки. Как он называется-то? Нет, там окна побольше. Вряд ли. Я думаю, можно к следующей переходить. Давай дождемся. На самом деле, первый вариант, который ты назвал, он правильный. То есть, и подписчики тоже сказали, это Зиларт ЛСР. Меня смутило, знаешь, что Зиларт? Что у Зиларта нет высотности. Видишь, тут перепад высоты. Ну… Понимаешь? Мы взяли самую сложную. Нету игры. Не выдайте сотами мы не брали, которую ты сразу бы узнал. Так. Взяла. Давайте дальше. Но, кстати, это тоже, кстати, простой вариант. А тебе нельзя смотреть. Ну ладно, хорошо. Я и так знаю. А что ты рендеры опять нам показываешь? Чтобы мы узнавали. Объект не сданный еще, понимаешь? Один сданный. Задерживают. Нет, они задерживают сроки. Все правильно. Они передали еще первую очередь. Это здание, я знаю. Это ВНЛХ. Это ВНЛХ. Кстати, это проект, это типа подсказка вне подсказок. Этот проект, когда застройщик подумал, что можно продавать квартиры, допустим, по 45 метров, но отдавать людям 52 метра и другой планировки. А, да? Там такой бардак, да? Да. Мы делали пост еще про то, что человек купил квартиру 110 метров, ему отдали 130. И он взял 110 евро 4 себе, отдали ему 130, классическую трешку. Ну, типа и доплачивай, и живи как хочешь. Я знаю. Вы знаете? Коллеги, коллеги. Я знаю район точно, 100%. Окей, да. Останкинский район. Останкинский район. Да. А почему? А потому что… А район Алексеевский, если правильно. Потому что там Останкинская башня. Рядом с угаданным Хилл 8. Ну, не рядом. Ну, да. Ну, в той стороне, да. Я даже скажу адрес. Хочешь? Да. Понятно, моего. Да, да, да. I love. Корт Росс. Замечательный застройщик Корт Росс. Да. Свои подсказки, смотрите, видели? Какой же там застройщик? Конечно. Такой еще гуглит. Ты думаешь, я что знаю все? А что? Подожди. Ты не все знаешь? Вот. Давайте это вопрос для Руслана. А, давай. Потому что вы знаете, что это. Не, я не знаю. А, ну да. Конечно, конечно. Они даже догадались, что это за новостройка. Не открывая, не открывая. Не открывая до вообще начала этой рубрики. Я знаю, что это точно не рендер. Вот сто процентов это не рендер. Это не рендер. Это сто процентов не рендер, потому что… Да, он, смотрите, там стоит, видишь? Только идет, он могло прийти, поставить лестницу. Да. Да. И вот здесь вот на фасад отвалился, да? Отвалили фасад. Ни девочки в красном платье. Да. Ни рендж-ровера внизу. Это смешно. А просто лестница как-то. А шут ушел. В этом только нет рендж-ровера внизу. Почему нет? Может быть, может быть, есть. Да нет, я думаю, есть. Он и раз приезжает. Кстати, хочу тебе локацию скажу. Давай. Подсказка. Подсказка. Метро «Ботанический сад». Ботанический сад. Я и… Где это? Это же Питер или в Москве. Я знаю? Так, давайте тогда двигаться. Так, давай, отвечай на вопрос. Эта новостройка находится на ботаническом саду. Застройщик? Застройщик? Ну? Застройщик. Так. Что? Три пик, что ли? Да. Пик. Гринвуд. Нет. Гринпарк. Гринпарк. Так. Следующая новостройка невероятная. Очень знакомая. Подожди. Твои любимчики, что ли? Это не новостройка. Это опять рендер. Ну, что ты нам суешь рендер? Ну, потому что они еще не достроили ее. Ты что нам суешь этих самых, что ли? Слушай… Дерево, есть солнце, есть. Фасад красивый. Москва чувствуем сразу, да? Я чувствую, Москва. Жир такой, знаешь, прям добавили. Женщин нет в окнах. Это минус. Это, значит, видимо… Мужской проект. Мужской проект. Слушай, такие фасады, медные большие вставки, пошел ФСК. Очень красиво. Элегантно. Медные такие вставки – это ФСК-шная как бы тема. А проект какой? Какой-то из… Ну, кстати, медные вставки, по мне, это что-то уже муветон какой-то. Потому что даже, допустим, Инград строит Фаривер, и он тоже такой медный. И они вообще не угадали. Он только начал там еще… Ну, они не угадали вообще. Ну, то есть я просто не понимаю ту целевую аудиторию, которая хочет жить в Фаривере именно в таком… То есть сама локация и дом крутой, но вот эти фасады и планировки… Полное говно. Ривер Скай… Ужасно. Они испортили его просто. Ужасно и вообще. Они испортили просто, я думаю, люди были в шоке. Ага. Когда тебе продавали одно, а ты получил вообще абсолютно другое. Мне кажется, это ФСК что-то типа архитекторов или режиссера. Вот что-то там вот… Ну, какой режиссер? Что такой режиссер? Сам себе режиссер. Ну, точно. Нет, ФСК-шный. Это… Не наш уровень. Вот этот… У тебя был обзор на этот проект, мы дальше Москва-Сидней игре. Ну, игр ФСК-шный, да, мне кажется? Или Сидней. Ну, это… Этот стиль ФСК-шки. Какой… Они… Все этот архитектор, режиссеры, Сидней, они как бы вот… В одной концепции. Да, в одной… Ну, то есть вот такая вот одна как бы история. Поэтому я тебе говорю, что рендер такой он… фасад узнаваемый, а лучше бы построенное что-то давал бы… Так, да, это скорее всего ФСК, но что-то ФСК-шный проект, архитектор, режиссер или Сидней. Это Сидней-Сити. Сидней-Сити, да. Сидней-Сити. Надеемся, что они издадут срок его. Ну вот, собственно, так я и представлял себе Сидней. Это в Сидней, да. Это Сидней. Солнце? Да, Сидней. Так, следующий проект… Сидней-Сити ассоциируйся… С Мартом. Главное… Главное, гостю в маске не отвечать, что это за проект. А, я знаю. А я один раз видел. Это один раз был. Трампа выбрали! У меня было такое видео… Нет. Нет, еще раз, я имею в виду… А, у тебя же было с Трампом какая-то такая? Трампа… Нет, это видео… Давным-давно? Давным-давно. Самый первый мой сюжет… Самый первый мой сюжет… А здесь? А здесь был, да. Ну, а партнер… Знаешь, какой там косяк? Какой из? Значит… А, какой из в этом проекте? Там коридоры очень длинные… Конечно. И когда такой блучок уйдет, они постелили такой кафель, который очень сильно слышен в апартаментах. Это правда. Да. Это вот… Есть такой минус, и все жалуются на этот проект, потому что там длинные коридоры… А, называется он? Подожди, а мы как это… Ждем. Я не знаю, я знаю, где он находится. Это был несколько раз на названии… На Баунаске. На Баунаске находится. Да, Трибека. Там подряд Клинхаус, Лофтек… Просто мы рядом рассматривали прямо напротив него, наискосок на переклестке, продавал здание, старое, я сейчас не знаю, забрали-забрали. Офигенные входные группы с такими люстрами. И мы как раз на них ориентировались по ценам. То есть мы хотели это здание взять, по Дирдевелопмент задел здание. Да, отличный комплекс. Ну и локация крутая, в общем, в плане того, что… Да, да, да. Ну как крутая, близок к центру. Ну… Продать легко было. То есть мне не нравится там промка, которая вокруг, ну то есть она такая… ну не живая, она такая… И последняя осталась. Вы специально просеяли не рендеры, я вас услышал. подожди. Избушка на курьих ножках? А… это, подожди, это Россия? Это исторический центр Москвы? Это Москва. Это не исторический центр. Это исторический центр. А, это Тверская. Тверская? Тверская Емская я бы сказал. Подожди, это новостройка? Это новостройка. Она даже продаёт… Да, она продаётся как новостройка до сих пор. 9-го года. Ты знаешь, да? Да, конечно. Это оллскульный бизнес-класс московский. Малый этаж. Рядом с очень популярным проектом, который у тебя был в обзоре на канале. У меня столько их было. Но был один специфический. Давай по машинам посмотрим. Машина все подскажет. Не, ну смотри, там кусты. То есть это как бы не центр. Это запад. Это запад. Это запад. Это типа где-то в районе Минской. Ну, туда. Мне кажется, туда, но не туда. Это не Сколхова там, где находится? Нет. Нет, Мосфильмовская, Минская. Вот туда вот, да? Это не зимняя? Нет, это не рядом с зимней. Вижу, как вы тут. Кто отгадает, как называется марка машины, которая белая стоит? БФБ? А не Шкода. Это Шкода. Да, это Шкода. Суперф, да. Молодцы. Это не Октави. Это не Октави. Суперф. У меня жопа вытянутая. Дальше идет неизвестная, а третья идет. Вот мой подписчика. Так. ЛСР. Мой подписчик ответил. Через сколько времени? Спич. Это спич. У него возрастная группа просто. ЛСР на Зиле. Он такой, мне нужно выйти там. Это очень интересный проект. Я в свое время выбирал между им и Покровским берегом. Вот этот, да? Да. Ну, Покровский берег, понятное дело, на северо-западе, а этот… И как он называется? Хорошо, в Мневнике. Двухсотметровые там квартиры постоянно продаются. Да, да. По 200 миллионов. По 200 миллионов. Вот здесь вот, да? Да. В этом доме, короче, реально квартира 150 миллионов может стоить. С ремонтом 10 лет недавно. Что? Подожди, это не новостройка тогда, если он построен до 10-го года? Ну, она в некоторых случаях на Циане указана как новостройка. Новостройка, да? Да. И что это за проект? Напомните Виктору его название. Я его очень хорошо помню. Фантазий. Остров фантазий. Остров фантазий. Остров фантазий, да. Нельзя такое в эфире произносить. Я не слышал такого проекта. Остров фантазий? Остров фантазий. Ну, подпишись на запрещенный канал, там много что рассказывать. Я просто не смотрю запрещенные каналы и поэтому я не знаю. Это просто всегда пример, когда Донстрой говорит, что они по миллион за метр будут продавать там свой остров, готовый на ключах. Но при этом есть готовый остров фантазий, здесь никто не живет. Они прямо рядом соседствуют. То есть там просто дорога уходит. Ну почему никто не живет? Там живут приличные люди даже. Но большинство квартир просто простаивает. И они просто висят в продаже. Это мневники? Да. Это мневники прямо рядом с островом. Закрытая территория, долго едешь по своей собственной дороге. И классическая проблема олдскульного бизнес-класса и олдскульной премиалки конца нулевых в том, что огромные площади. Да, понятно. Низкие потолки. Ну, потолки еще плюс-минус. Дебильные окна, вижу сразу вот эти вот маленькие, которые, смотри, одно больше, другое меньше. Ну то есть вообще… Ну то, что строили в конце нулевых. Да, понятно все. Да, понятно. При этом есть очень эффективный у того же Мирекс или у башни федерации, которая потом достраивала некоторые объекты за Мирексом. Олдскульный бизнес-класс в целом бывает классный. И это он. Кому сегодня нужно 250 метров. Ну согласись… За 200 миллионов в таком проекте. Но никто не хочет. Если есть 200 миллионов, то ты не хочешь жить в таком доме. Да. Согласись. Ты сейчас заметил Мирекс, Мирексовские проекты. До сих пор Кутузовская Ривьера, Мирекс Парк, которые построены еще в 2007 и 2008 году, застройщики только сейчас начинают такие проекты строить. Совершенно верно. У Ривьеры… Я страдал, живя в башне Ривьеры еще в 2010-2011 году и страдал от того, что не было полностью достроено, к сожалению. Фок. Ну, Фок, да. Слушай, ну, Фок. Ну подожди. Это офигенные входные группы. Потрясающий. Да. Просто очень красивый проект. Я считаю, что надо на нем показаться. Один из первых лучших в районе садиков в Монте-Сори. Все туда ходили, бегали. Потрясающий красотный проект. А я этот садик просчитывал в 2000… Финнмодель просчитал в кризис в 2009 году. Хотел его взять в садик, потому, что там назначение было садика. Мы смотрели аналитику, кто туда может ходить. И 50 тысяч рублей за месяц нам казалось это до хера. Мы не сможем продавать частный садик за 50. А ниже там экономика не летела. Но там вся инфраструктура под садик просто идеально. 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 В Монте-Сори зашел, да? Сейчас 50 тысяч за садик – это дешево. Вообще. Это просто у тебя сразу будет шквал. Я думаю, мы можем завершать наш пилот. Пилон? Пилот, да. Пилон. Вы носите пилон? Пилот. Носите пилон. Вы обещали танцы. Танцы. И с маской. Я думаю, в конце было бы здорово, если каждый из вас рассказал, почему он занимается недвижимостью или инвестирует в недвижимость. Начнем с Руслана. Откровения пошли, да? Дайте мне маску, я расскажу. Я больше ничего не умею, поэтому занимаюсь недвижимостью. А ты чего закончишься-то? Я учился в Академии транспорта и в Плешке. Подожди, ты же питерец. Ну, так бывает. Владимир Владимирович тоже из Питера. Я аж только закончил МГУ, извините. Я говорю, что ты… Продолжать. Как бы здесь вырежете. Вырежете этого. Вообще, вырежете. Замажьте. Человек в маске просто за маской. Слушай, ну я занимаюсь предпринимательством уже, наверное, на протяжении 20 лет. Я вообще такой поздний предприниматель. Первое время я работал. Я сначала пошел в предпринимателя, обжегся, не получился. Пошел в найм. И после найма пришла идея, работая в найме, заняться опять предпринимательством. Вот мы с моим другом запустили магазинчики по продаже тюля мерного. Быстро выросли в сеть магазинов. Потом я в кафе подслушал разговор другого товарища. Он сказал, я покупаю стройтехнику и сдаю в аренду. И получаю супер доходную, супер окупаемость. Нам эта идея понравилась. Мы взяли себе стройтехнику, стали тоже покупать и сдавать в аренду. Эту технику сдавали в аренду строительным компаниям. Строительные компании с нами периодически не рассчитывались. Нас кидали. Мы поняли, что надо быть ближе к распилению денег. Сделали свою компанию. Начали получать заказы сами. И уже появился какой-то такой предначальный капитал, который уже не нужен был в бизнесе. И мы начали его парковать, просто покупать готовые объекты недвижимости с целью пассивного дохода. Ну, типа, будет когда-то пенсия, у него будет приносить доход. Вот, и компания росла, начались проверки, нас начали там мочить, кому только не лень. И наступила такая моральная усталость от этого бизнеса. И мы отказались вообще от строительной компании, заниматься строительством. И ушли просто в недвижимость, начали покупать помещение, переделывать, заниматься redevelopment. Потом в какой-то момент пришла идея вот про коллективные инвестиции. Когда я запустил YouTube-канал, начал на YouTube-канале, люди начали приходить, ходим с вами инвестировать. Я брал первых инвесторов в таком закрытом формате. Потом вторых, потом мы сделали фонд коллективных инвестиций. И опять вернулись в стройку. Собственно, теперь мы сами, как и девелоперы, какие-то проекты мы сами строим. Где-то мы нанимаем компаний. И, собственно, я понял для себя, что для меня недвижимость, да, это не самая супер доходная история. На торговле я точно больше зарабатывал. Точно больше зарабатывал на стройтехники. Но там, собственно, волатильность намного выше и там больше потерять. Что самое важное для нас вообще в жизни? Что мы все с вами продаем? Мы продаем свое время. И хотим его продлить. Самое важное для инвестора – это продление времени. Продлевать будете? А недвижимость? Что такое недвижимость? Это всего лишь инструмент по продаже нашего времени. Это очень важно просто фокусировать то, что ты делаешь, как ты делаешь, какая отдача от этого. Можно похлопать за такой монолог. Отдельный выпуск сделайте, пожалуйста. Мы вырежем шот. Это будет отдельный шот. Никита. Никита. Слушай, ну вообще, если там… Руслан поставил планку говорить с самого начала. Я вообще карьерист. Если он предприниматель, то я строил карьеру в разных компаниях, подолгу работал. Я такой наемный человек был и начинал в социальной политике. То есть, у меня там были молодежные трудовые отряды, я занимался социальной работой, делал благотворительность. То есть, у меня было такое социальное направление. И уже когда я перебрался в Москву в 2006 году, меня как-то переманили в компанию «Мир» к Сполонскому. Я перешел туда и тоже занимался молодежной политикой из Совета молодых специальностей. То есть, такой социалкой. И я вошел в мир недвижимости именно в 2007 году в корпорацию «Мир Экс Групп», когда они там встроили все эти башни федерации. И вот эта стройка мне стала интересной. Я тогда узнал, что такое монолит, что такое перекрытие, что такое армирование, что такое арматура. Мне стало, собственно говоря, интересно. И вот с этого периода, с этой точки, я там зашел в стройку в недвижимости. Начал развиваться и там работать. А в 2010 году, когда Полонский сказал, «Так, Журавлев, занимаешься маркетингом». Я же сказал, «Я ж ни хрена в этом не понимаю». Он говорит, «Да блин, разберешься». Назначив меня директором по маркетингу, я возглавил дирекцию по маркетингу «Мир Экс Групп». Это такая серьезная история. Я ни хрена в этом не понимал, потому, что я занимался студентами, я занимался HR, я занимался кадровой политикой. И мне говорят, пиар, реклама, это все «на». Ну, окей, разобрался. Начал внедрять, понимать, что это такое. И потом начал развиваться, перешел в компанию «Пионер», в «Лидер Инвести». начал общаться с маркетологами и на всех этапах «Мир Экс», «Пионер», «Лидер Инвест» столкнулся с такой историей, что маркетинг всегда враждует с продажами. Это просто война. И параллельно этому я начал задумываться о том, что «Подождите, а я без штанов, ничего нет, я только хорошо погулял с хорошей зарплатой, потусовался, посвистел, а с голой задницей, у меня ничего нет». Я думал, как нужно усилить свой капитал, то есть, нужно как-то развиваться в этом направлении, инвестировать, зарабатывать, создавать капитал. У меня дети вообще, мне нужно их куда-то привезти, где-то, чтобы они жили. То есть, мне нужна какая-то база для начала, на что опереться. И как раз недвижимость стала та опора, тот фундамент, на который мой капитал начал складываться. Я продал квартиру, в которой жил в Петербурге, в метро «Озерки» на Северном проспекте, маленькую двушечку. Мы поделили эти деньги с братом, и у меня было 2 миллиона рублей. И это первый мой капитал, который я начал инвестировать в новостройки и зарабатывать. И тем самым рассказывать, как это можно вообще сделать. Почему недвижимость? Наверное, так получилось судьбой, что Полонский меня вовлек в недвижимость, показал фундаментально всю прелесть бетона, как его можно разукрасить. Ну, и я получил некую точку опоры капитала именно в бетоне, который мне дает сегодня основную мою маржинальность. И в инвестициях, и в моем содержании, и, соответственно, в моих заработках и доходах, которые у меня сегодня есть. Как-то так. Я Никита, и я алкоголик. Сколько ты уже без алкоголя? Тринадцать часов. Это до и после. И уважаемому гостю слово. Мы уже давно знакомы. Как вы знаете, я об этом много рассказывал. Когда я говорю недвижимость, очень часто слышится это слово фундамент. И действительно, если мы с вами посмотрим, то состояние даже очень богатых людей, оно фундаментом является как раз-таки real estate и в целом недвижимость в частности. У меня довольно много объектов недвижимости разного уровня. У меня есть индустриальная недвижимость, у меня есть коммерческая недвижимость. У меня также в портфеле есть келлеры. У меня довольно много всего. И активный вид деятельности мой заключается совершенно в иных направлениях деятельности. Но между тем и основную часть моего капитала и основную часть моего свободного времени, которое я в это трачу, я трачу как раз-таки в поиск вот этих вот различных точек роста, проектов. И очень часто я угадываю, потому что, как мы здесь обсуждали каких-нибудь ребят, например, Properties, Sminex, Stonehenge, я всех их и все их проекты знаю, когда они были совсем маленькими-маленькими-маленькими. И, в общем, мне просто в каком-то смысле этого слова повезло. Я с большинством своих проектов не прогадал. И, конечно, есть какой-то определенный опыт. Поэтому ответ будет очень тривиальный и банальный, но совершенно точный, что недвижимость – это фундамент. Это не про заработать. Спекуляция всегда может обернуться очень неприятными последствиями. И, вот, Никита его здесь уже обсуждал. Сергея Смирнова, и я действительно считаю, что его книга «Бетонное казино», она очень хорошо описывала рынок недвижимости, московской недвижимости в частности, до появления скромных счетов. Это было действительно казино. Ты ставил красное или черное, и тебе могло повезти, и ты выигрыш. Поэтому то, против чего я выступаю и выступал, это против 15-20% платежей в каком-нибудь Дубае с надеждой на то, что это все вырастет в 25 раз с вашей рассрочкой, чтобы вы не потеряли все. И, повторюсь, я очень хорошо помню нулевые, я очень хорошо помню Болгарию, когда все туда побежали с ее сервисным обслуживанием, с гарантированной доходностью. Все мы помним, как все это закончилось, и как все от этого плевались и оттуда вылетали. Есть, безусловно, сегодня точки роста и за рубежом, но я лишь стараюсь продолжать выходить за рамки известной для меня разумной айкумены Москвой ограниченными в другие рынки и в другие страны, и в другие городы, да, России в частности. И, надеюсь, буду этим заниматься и встретить. Можно я вопросик задам? Сначала похлопаем. – Сереж, ты говоришь, что видел маленькие взращивые… – Сереж, тебе все же. – Маленькие компании, которые сейчас выросли, там КРК, колди, еще хеджи и так далее. Сегодня мы видим большую экспансию региональных девелоперов на московский рынок. Видишь ли ты какое-то зерно в тех региональных пассажирах, которые заходят на московский рынок, есть ли у них потенциал и веришь ли ты в них? – Верю, но в краткосрочной перспективе у них мало что получается. – Ну, а какие ты можешь назвать? – Не буду. – Я понял. – Не будем рекламировать. – Мы с Витером знаем один из таких проектов, одну из таких региональных компаний. И сейчас очень сложно заходить на московский рынок для таких небольших застройщиков. – Не пускает, а кто пустит. Если сравнить московский и питерский рынок, мы с тобой Питер, он более открыт для других девелоперов, а московский рынок закрыт для других девелоперов. – Московский рынок очень закрытый. Когда мы с вами говорим про недвижимость, просто как-то вообще… – Я вот знаю… – Редко касаются в Москве, например, темы апарт-комплексов с гостиничным сервисом. Я не понимаю, почему в Петербурге это бывает красиво, это работает, а почему у нас что ни строить, все равно получишь интурист. В этом беда, и это имеет место быть. – Я думаю, что это отличное дальше продолжение, да? – Лучше что ни строить, у нас получишь спутник. – Спутник? Квартал спутника. – Да, да, квартал спутника. – Квартал спутника – это самые популярные комментарии, которые мне задают вне зависимости. Это 2020, 2021, 2022 или 2023. А я купил или хочу купить квартиру в квартал спутник. Говорят, там построить новую станцию метро, и цена, блять, вырастет. Вот это больше всего бесит. Я думаю, что будем завершать наш пилот. Получилось, мне кажется, очень здорово, кайфово. Вот, я думаю, что, если хотя бы там лайков, не знаю, там 3000, 4000 лайков. – Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, ну ладно, 4 тысячи лайков наберется, мы будем продолжать снимать вторую серию. Второй пилот. Да, второй пилот. Я еще хотел сказать, забыл сказать, что мы для подписчиков Руслана и Никиты дарим по 10 билетов бесплатно на конференцию 24 июня. А что за 24 июня? А у нас будет конференция у Смаранта. Это инвестиционный клуб? Что? Нет, у нас нет инвестиционного клуба. А, обучение. Мы про обучение, про стратегию, про аналитику, гость в маске частенько бывал у нас на мероприятиях, он не даст Серьеза тоже приходил в маске? В маске или? Конечно, он приходит именно в маске и именно с этим голосом. Это два разных человека, голос и человек в маске. И маска, это три человека. Супер, тогда будем нарушать, всем спасибо, давайте похлопаем. Спасибо.